Всем привет! У нас суббота, утро. 9 часов. Стёпа уже куда-то поехал найти точку, где можно поменять масло в машине. Кстати, мне тоже нужно поменять. Если найдёт, даст знать, и мне нужно будет тоже ехать. Карантин карантином, а жизнь продолжается. И за машиной нужно смотреть, и за семьёй нужно смотреть. Ну и работаем ещё пока. Прошла третья неделя, а у нас уже потери. Грустно. Жалко. Но мы, слава богу, все здоровы. Что у нас случилось? Сейчас расскажу. Я завтракаю. Кофе. Кстати, сгущёнку мы здесь взяли. Нормальная. С кофе уходит только так. Крем-чиз с бубликами. Я их поджарила в тосте. Есть колбаса, бекон. Вчера Стёпа была в магазине. В русском, наверное. И я началась кушать, сделала себе ягоды Годжи с мёдом. Типа антиоксиданты. Натуральные. Так, пожевать. Вместо сладкого. Сейчас намажу бублик крем-чизом. И нужно идти в магазин. Сюда рядом. Хочу взять творожок, сделать запеканку. Творожную. И я уже в машине. Стёпа позвонил. Сказал, чтобы я собиралась. Он там заказал уже масло фильтра. Нужно подъехать. У нас не поздно. Пол одиннадцатого. Но какая-то я вот такой вид какой-то. Наверное, крепко спала. Короче, что у нас случилось. Кто давно уже с нами, тот знает, что у нас была маленькая птичка. Нюша. Волнистый попугайчик. Давно она с нами уже. Семь лет. Мы её купили, когда ещё на той квартире жили. Там она с нами ещё прожила два года. И потом здесь мы уже скоро пять. И вот вчера наша Нюша ушла. Это Маша, она подружка. Они вместе с ней сидели, шушукались. Маша, когда учила уроки, ставила её там себе на компьютер. Она там коцала по клавишам. Ставила себе её вот здесь, она любила цепочку вот так щупать. Что-то они там шушукались вместе, целовались там потихонечку. Это было как бы для Маши какая-то разрада. Потому что здесь нету вот такого вот постоянного выхода с кем-то куда-то. Здесь вот так вот как-то все сидят по домам, закрываются, выходят только в свет один раз там, я не знаю во сколько. Ну и у Маши была вот эта подружка. Она её кормила, она её любила. Тоже птичка птичкой, но вот больше чувствовала Машу, чем нас. Маша только подойдёт, пальчик поставит. Нюша сразу спускается к ней на пальчик. Всё, Маша ставит её или сюда, или сюда. И они вместе могли ходить. Как я подходила, или Стёпа, она от нас убегала. Нужно было вот так пальчиком её ловить и просить, иди, иди. Не хотела, к нам не шла. Единственный раз, когда она к нам шла по доброй воле, это когда нужно было её покормить. Клетка у неё всегда была открыта, она вылетала. Если уже пора её кормить, она вылетает, садится на голову. Может тебе тут и накакать. Что это ты не кормишь скот свой? Если успевала, я уже знала, чем это грозит, я её сгоняла. Такая была домашняя. Клетка у неё всё время была открыта. Она когда захотела, вылетала, когда захотела, залетала. Окна были открыты. У неё не было понятия, у бедной, что нужно убежать, уйти от этих людей. Дверь тоже не раз оставалась открыта. Когда что-то заносим, выносим, тоже у неё никогда не было мысли улететь, поскорей бы в щёлку провиться. И вот ушла. Маша, бедная, её вчера и отпаивала. Читала в интернете, что нужно им делать. Она уже у нас как-то болела. Маша нашла, что нужно каплю-две водки давать. И тогда у них с пищеварением проблемы там или с чем, не знаю. И отходила. А на этот раз Маша ей, смотрю, и уголь давала, и всё. Видно, просто пришёл ей день. Она у нас сама и оставалась, когда мы уезжали куда-то. Мы ей покупали палочки. Насыпали ей корма, водички. И она дожидалась. Что тут сказать? Жалко. Да, скажите, вы люди умирает. У каждого своя судьба. Всё. И тут менять масло. Кто может пойдём в магазин, посмотрим, что тут творится. У нас здесь никакой паники нет. У нас нету здесь толпотворений. Конечно, я не хожу в больницы, в поликлиники, ничего не вижу, что здесь. Само собой, статистика ужасная. Что вам сказать? Ничего хорошего не происходит ни у нас, нигде. Но от этого, что я буду махать крыльями, плакать и биться в истерике, это ничего не даст. Так что лучше держаться на позитиве. Правильно? А там уже будем живы, не помрём. Поехали. А посмотрите, какой пассажир едет впереди идущей машине. Вылез пополовину прямо из машины. Вот чудо. Вот тоже нужно ввести. В открытое окошко его нужно поставить. Видите? Пассажир справа. Не бояться скорости ветра. Выснулся. Лапу опустил вниз. И тащится. Я приехала на месте 10 минут по 22-й дороге. И я тут. Мы всегда сюда приезжаем, кто помнит. Здесь машинки вот такие старенькие, можно купить недорого. Масла меняет колеса. И все такое, по мелочевке. А ну все, поскажи, есть паника? Как ведут себя люди? Не маньяка и паника. А что в госпиталях делается, когда ты ведешь больных? Все тихо спокойно, температуру меряют, иди до работы. А суматохи какой-то вот такой? Нема ніяких. Меньше людей даже в госпиталях. Свободно. До того было много народу. А сейчас свободно. Но ведь и люди меньше стали посещать людные места. Но казалось бы, статистика растет из-за болеваемости. Люди еще не идут в госпиталь, когда больные. Только экстренные случаи. Ну и нету, ну и слава богу, пока нету. Чтобы и не было. Ждем пика, а потом будет легче. А мы ждем в своей очереди масло менять, и все никак. Вот так ее сейчас полдня пройдет тут нам, сидя в автомастерской. Чего не поделаешь. А жить нужно, и работать нужно. Машина хочет ухода. И одна, и вторая, и как-то их вместе приспичило масло поменять. Пять тысяч минут. Пять тысяч, ну и у меня лампа мигает, и колеса надо посмотреть. Все равно колесо одно спускает. Короче, вот так. И вот он, приехал. Сейчас будет. Оказывается, мы еще счастливчики. Лаки сегодня. Прошлую неделю они были закрыты. Был приказ от губернатора, что вот такие все мелкие бизнеса закрываются, чтобы не было скопления людей, чтобы не общались. А с первого числа дали разрешение на открытие. Почему? Нас обслужат, и мы уедем. Ну, хорошо, что хоть одно место мы нашли, где это можно сделать. У меня лампочка мигает, не хочется и машину угробить, потому что карантин. А я сижу и слушаю русский канал, кто слушает на FM1-104.7, русскоговорящий. Это Степан, любимый канал. Я русские каналы почти не слушаю. Вот так вот, когда Степа есть. Ну, иногда, вы знаете, вот такая ностальгия приходит, и я включаю. Наши старые песни, тот же Антонов. Иногда хочется послушать, иногда подпеваю даже Маша. Мама, ты знаешь эти песни? А я знаю эти песни. И очень много песен, да. Конечно, теперь современную эстраду. Песни слушаешь, ну, не знаешь их, просто слушаешь. А когда-то песни просто вот так вот запоминались и оставались вот здесь надолго. Да, есть и такое. Ну, каждому своё время. Подвесили мою машинку. Вон она. Под потолком. Оказывается, сальники нужно менять, задние амортизаторы уже. Как бы на подходе. Чтобы менять, короче, всему своё время. Вот это разрешение Стёпина на то, что он может на своей машине передвигаться. Что он работает в такой сфере, которая в данный момент, вот во время этого вируса, он имеет право быть, даже, как бы, комендантский час, или как он называется, время, когда все должны сидеть дома, всё поимеет право быть на своей машине, ну, на дороге. Его не имеет права останавливать и задерживать. Штрафовать, ну, и так далее, и тому подобное. Вот это у него разрешение. Ну, всё серьёзно. Всё, закончилось наше обследование. У машин всё вместе стоило за две машины 160 долларов. И мы выезжаем домой. Стёпа вперёд, а я за ним. Всё, с вами прощаюсь. Всем пока. Всем хорошего дня и настроения. Берегите себя. Всем здоровья. И пусть всё у вас будет хорошо. Бай-бай.